Это большой вечер. Мы продолжаем, дорогие друзья, как я анонсировал, просто сейчас, в эту секунду, в нашем прямом эфире, за этим столом, супруга третьего президента Грузии, Сандра Руловс. Сандра Эдуардовна, добрый вечер вам. Добрый вечер. Добро пожаловать в наш прямой эфир, добро пожаловать на Ньюзуан. Вы у нас впервые. Рад вас видеть здесь, в наших стенах. Скажите, пожалуйста, вы давно в Киеве, давно в Украине? Когда вы прибыли? Да, я уже почти неделю здесь. Пока хотела сказать, что хочу эту передачу просвещать моим дорогим родителям, потому что у них сегодня 50-летняя свадьба. Ничего себе. И я не там, в Голландии, где я должна была быть, но я здесь, потому что здесь, как вы знаете, трудная ситуация сегодня. Мы поздравляем ваших родителей с юбилеем. Вы в Голландии живете, это нашим телевизорителям еще раз сообщили. Больше всего в Грузии. Да, сейчас и в Грузии в том числе, да. В Киеве вы уже как неделю. Почему прибыли? Понятно, что в связи с событиями, которые происходят сейчас с Михаилом Сахашвили, но они начали происходить не неделю назад. Мы очень часто бываем здесь, я и нашим 12-летним сыном Николозом. И это как минимум один раз в месяц. Ну, сейчас тоже праздник уже. Начали уже каникулы нашего младшего. И поэтому мы могли быть на большее долго. Нравится вам в Украине? Да, очень люблю я Украину. Мы здесь даже наш медовый месяц провели. Многих лет назад. А вот это интересно, раз уж вы об этом вспомнили. Расскажите в двух словах кратко нашим телевизорителям о том, как вы с Михаилем познакомились. Познакомились во Франции на летних курсах права человека в Страсбурге. Там получили диплом. Он работал тогда в Грузии, но начал учебу в Америке. И я хотела поехать в Африку с Красным Крестом, чтобы работать для бедных людей. И мы познакомились там. Но вот потом уже, когда он сказал, что я буду в Америке, и мы были очень влюблены, я тоже решила поехать в Америку. Там жили вместе. Мы ждали муж и жена. И это уже 24 года. Да, так сказать. Круто. Очень интересная история. А когда Михаил решил ехать работать в Украину? Вот когда это решение было все-таки принято, да, уже после событий в Грузии, после долгих лет президентства. Вы это решение как восприняли? Очень нормально, потому что всегда был у Михаила контакт с Украиной, да, не только на медовый месяц, а он был здесь студентом, он здесь жил многих лет. И он всегда связался с Украиной, как, ну, во время Ющенко, да, помаранчевой революции. Очень часто ходил, когда он был президентом. Я тоже была здесь несколько раз. И когда ему пока попросили быть, как сказать, адвайзером, да, советником, да, это меня не удивилось, да. Это был в Киеве, но потом уже губернатор Одессы стал, и мы ехали в Одессу, очень красивый город тоже, между прочим. Ну, меня не удивляется, потому что для Михаила это как вторая родина, и очень любит эту страну. Он видит это все вместе. Грузия, Украина, это одно пространство. Просто между нами есть Черное море, и очень важное пространство для его борьбы, да, как вы понимаете. Он против коррупции работает, он делал много реформ, он хочет эти успешные реформы тоже делать здесь. Вот это его предложение, это предложение понравилось, он даже смог привезти сюда, привезти своих вот членов кабинета, да, министры и так далее, бывшие министры, и работали они очень, ну, многих месяцев, так сказать, на реформах. Ну, потом уже, когда, ну, известные, там, события, когда... Мы об этих событиях поговорим еще непременно, очень интересно, как вы их видите. Вы сказали, он получил предложение, он тогда говорил вам, когда вы об этом впервые узнали, что он поедет в Украину, кто ему сделал это предложение? Это сам Порошенко, как я поняла, да, всегда. То есть президент? Да, да, президент. И мы тоже встретились с президентом, со своей женой, где-то год назад, наверное, да, нет, не год, два года назад, да, зимой мы познакомились в Карпатах. А расскажите вот об этой встрече и об этом знакомстве. В Карпатах это произойдет? Да, тоже наш младший был там, тоже его дети были там, мы познакомились, у нас был очень хороший ужин, приятный такой, были у них многих планов, и, ну, было очень приятно, надо сказать. И вообще это очень красивый край, Карпатти. Там мы тоже на лижах катались, очень холодно, но очень красиво, и большой потенциал, вот, туристический. То есть отношения теплые, дружеские были не только у Михаила Саакашвили с Петром Порошенко, но у вас фактически уже семейные такие отношения строились, да? А почему, на ваш взгляд, эти отношения, не скажу испортились, но ухудшились? Наверное, потому что Михаил не любит делать дело наполовину, да, он делает дело очень до конца. И хотел вот коррупции с корней, с помощью президента, кабинета, министров, прокуратуры и все продолжать. Но это уже было как-то против интересных, интересов, интересов, коммерческих, ну, там, бизнес-интересов, ну, и так далее. Об этом мой муж очень много говорил, когда у него была передача, да, на эти языки. То есть это послужило причиной тому, что их отношения испортились? А президент, то есть, по-другому видит реформы, по-другому видит борьбу с коррупцией? А, наверное, он хочет делать реформы, ну, я не политик, конечно, но он хочет, наверное. Ну, кстати, так не говорите, что вы частично политик, потому что принимали участие в парламентских выборах в Грузии. Да, но это была ошибка. Ошибкой? Я так считаю. А почему? Ну... Ну, не потому что проиграли? Нет, потому что очень трудная игра быть в политике. Тогда надо забыть о семье, надо забыть о других планов, очень... Это на 24 часа. Это мне было очень трудно. Я как себя не нашла в этой деле, как сказать, да. Просто этот период вашей жизни очень интересен, в том числе и всем тем, кто находится в Украине. Почему? Потому что мы здесь много слышим о реформах, которые в Грузии проводились, которые проводил Михаил Саакашвили, в подавляющем своем большинстве, в положительном ключе. В качестве примера эти реформы нам приводятся. Но когда мы слышим, я от Михаила и сейчас от вас, вы в ваших интервью говорили о том, что выборы в Грузии проводились с нарушениями, что происходили фальсификации и прочее, прочее, что проблемы есть с судебной системой, то тогда у нас как-то разрушается эта картинка о реформах, которые вроде бы в Грузии проводились, которые проводил третий президент Грузии, а сейчас... Не до конца провели. Не до конца провели в этой проблеме. Потому что если выборы... Девять лет не хватает. Да. Хорошо началось в образовании, до сих пор нормальная ситуация, в полиции тоже. Но все-таки поменяется тоже в сторону полиции, к сожалению. Но в других сферах экономики, например, там, к сожалению, опять коррупция появилась. Наверное, надо было одно поколение вырасти на жизнь без коррупции и на жизнь с новыми правилами. И тогда было бы по-другому. Ну, девять лет, наверное, не хватило. Девять лет не хватило? Интересно. Просто Михаил Саакашвили здесь, мне, за этим же столом говорил, что необходимые реформы в Украине можно провести за считанные месяцы, в принципе. То есть важно понимать, что скорее это годы. Первые результаты можно уже показать, конечно. Но это должен вот одно поколение все-таки длиться и содерживать структурно, не только один раз. Это вообще революция менталитета. Я напомню нашим телезрителям, вы, дорогие друзья, можете принимать участие в этом разговоре, если у вас есть вопрос. А, это вопросы, да? Да, я получаю спринтер. Я сейчас объясню и вам, Сандра, вы у нас впервые, как у нас все здесь работает. 0800-2010, 0800-2070. Это два номера телефона, набрав которые, вы свяжетесь с нашими операторами. Они получат от вас вопрос, я здесь его следом получу из спринтера, потому что они его переведут в текстовый режим. Вопросы уже есть, я немногим позже их непременно прочту. 0800-2050-20, это номер телефона, по которому мы принимаем ваши телефонные звонки. Вот он сейчас на телеэкране. Ну и в Facebook можете задавать вопросы на нашей страничке NewsOneTV. Давайте телефонный звонок примем, как вам идея? Да, если я все понимаю. Я помогу вам, я надеюсь, что вы поймете, да. Кстати, перед тем, как послушаем зрителя, в Украине уже неделю украинский язык, как вам, понемногу стал даваться, уже понимает, разумеет и украинский, трошечки хотя бы. Да, немножечко. Я знаю дружина, хлопчик, будь ласка, такие вещи, да. Значит, уже что-то знаете. Ладно, добрый вечер. Скажите, как вас зовут и говорите, пожалуйста. Меня зовут Светлана. Очень приятно. Я в эфире. Да, вы в эфире. Здравствуйте, Светлана. Хочу вам задать такой вопрос, ну, может, такой вопрос больше от Наливатинга и подсказка для Саакашвили. В одном из ваших эфиров господин Наливатинга, когда его прижало СБУ за помощь Саакашвили в Творец и Некордону, он сказал, что у него есть видеозаписи, которые профессионально зафиксированы, где Порошенко в 2014 году помогал бежать Януковичу со страны, помогал перевозить его богатство, там всякое добро, помогал укрывать жену его в Тернобыльском монастыре, но и другие подробности, которые он сказал у меня много, но он не стал их освещать. Почему он и другие выдающиеся там демократические... Светлана, понятен ваш вопрос. Я, насколько понял, что вы хотите его переадресовать Валентину Наливайченко. Мы попробуем это сделать во время следующей встречи здесь, в нашем эфире, и Валентин с удовольствием, я думаю, на этот вопрос ответит. Сейчас у нас не Валентин Наливайченко в гостях, но большое спасибо, что вы дозвонились. Добрый вечер, как вас зовут? Говорите. Алло. Алло. Это город Пилойок. Очень приятно. Людмила Григорьевна. Да, Людмила Григорьевна, говорите. Во-первых, я хочу с Андре посочувствовать. Я представляю, как ей тяжело. Это же как на вулкане она переживает за мужа. Но я хочу объяснить, мне кажется, Михаил Саакашвили обижается, что народ Украины не полностью поддерживает его. Я хочу объяснить, почему не полностью поддерживает. Народ Украины не верит сейчас никому, понимаете? Никому не верит. Тем более, вы же видите, что власть в Украине захвачена евреями. И они просто ищут. Людмила Григорьевна, спасибо огромное, что вы позвонили. Спасибо большое за телефонный звонок. Я все-таки думаю, что у нее есть очень большая поддержка. И тоже из регионов. И это только увеличивает. Я так вижу на митингах. Я думаю, что вот быть оппозиционером, это нелегко, конечно. Потому что на обычном обстановке у тебя нет опыта, но у Михаила есть опыт. Он показал уже, что он может делать на главе государства, но в Грузии. Конечно, Грузия – это не Украина, но очень много вещей совпадает. Почему, на ваш взгляд, не удалось все показать Михаилу в Одессе в должности главы Одесской облгосадминистрации, губернатора Одессы? Ну, наверное, то же самое. Он хотел там вот и в порте, и на границе, и на строительство, и так далее. Хотел чистку делать, чистку, чтобы реформу продолжать и чтобы борьбаться против коррупции. А это нелегко, когда вот эти люди, которые надо, ну, надо их остановить, но у них есть крыша. У них есть крыша в Киеве, да? Тогда это уже трудный выбор для президента, да? И он, наверное, хотел делать реформы на подвергность. Ну, это хорошо звучится, да? Мы сделаем реформу, вот здесь самый главный региональный реформатор здесь на месте, он делает все. Но он, наверное, не понял, что Михаил делает дело до конца, как надо, да? Очень по деталям. И нет исключения. Реформа это для всех, не только для тех, которые сотрудничают. Виктор из Львова спрашивает, много ли людей в Голландии интересуется тем, что происходит в Украине? Да, да, много. У нас был тоже вот референдум, да, где-то год назад. Тогда было очень много. Темы о Украине. И, к сожалению, тогда тоже очень часто... Да, мы в негативном свете вспоминаем об этих регионах. Непрозрачность государственной вещи и деятельности появились, к сожалению, тогда. И голландцы выражили, что нет, как сказать, они не поддерживают вот этот association agreement. Тогда была это, конечно, очень плохая новость. А вот те события о Прессе Ахашвилии сейчас происходят в Украине широко освещаются в Ирландах? Да, тоже, да. Через международную прессу. И как они преподносится? Я здесь тоже вижу голландских журналистов. Ну, им интересно, потому что это все-таки очень большая страна, да, Украина. Экономическая, очень сильная, и она может стать очень такой важным партнером. Поэтому особенно здесь тоже много бизнесменов из Голландии, как я знаю. Ольга из Киева спрашивает, как вы отреагировали, когда узнали, что Михаил поедет в Украину бороться с нынешней властью? Это вы уже спросили. Да, я спрашивал. Но вопрос, не хотели ли вы его отговаривать? Нет, никогда, нет. Не имеет смысла, между прочим. Вот трудно убедить, да. Трудно, но Украина это для меня тоже очень такая теплая, такая хорошая страна. Просто очень жал, что здесь много бедностей. Что здесь, как я видела, когда я погуляю, там на костел есть католические церкви, да, там очень много бедных людей встречаю. И тоже в парке там, когда я там гуляла по утрам летом, там спали даже люди в парке, на скамейках. А это уже очень много значит, да. Но это есть так или иначе в любой стране. Да, были. В большинстве европейских сейчас стран тоже это наблюдается, даже больше, чем в Украине. Да, ну это очень больно. Это очень больно, да. С беженцами связано, с миграцией и так далее. Правильно. Но это есть везде. Можно по-другому, да, выдумать для них какие-то... Само собой, само собой, да. У нас просто бедность есть, проблема с бедностью есть в стране. И такие цены, такие цены здесь. Я не могу спорить, к сожалению, но не могу, да. Инфляция очень такая здесь. Для лекарства, например, да, надо, как я знаю, очень больше и больше, дорого, да, достать свои лекарства. Трудно людей. Трудно. Наталья из Мариуполя у вас спрашивает, есть ли у вашей семьи бизнес в Украине? Нет. Ни в Грузии, ни в Украине, ни в Голландии. Нет, у нас нет бизнеса такого. Это не в нашем крови сидит. У нас есть, ну, идеалы у меня. Я работаю в сфере медицинской, да. Я как медсестра. У меня фонд. Я помогаю, наша медицинская группа ходит в деревьях и в клиниках хожусь. И у мужа, ну, он юрист и политик. Так что это в нашей сфере. А мы с бизнесом никогда не связались. Точно. Ну, а старший сын журналист тоже. Он тоже журналист. Начинающий. Нет, это тоже не его. Мы на финишной прямой, времени уже не так много. Сандра, скажите, пожалуйста, как вы видите события, которые происходят сейчас вокруг Михаила? И какие у вас ожидания от того, что будет происходить впредь с ним? Какое у него будущее в Украине? Будущее будет, как люди хотят. И я думаю, что люди, они всегда говорят, Киев, вставай, Украина, вставай. А это так. Я думаю, что вот это время показывает, что вот это время уже прошло. Уже пришло. И я думаю, что сейчас в суде, конечно, ну, мы сегодня тоже видели, что вот на эту женщину, Лариса Цокол, у нее проблемы сейчас из-за того, что она поддерживала вот свободу моего мужа. Мы ее очень уважаем, она как совесть Украины, она стоит, и она, как сказать, она выдерживает, и она очень такая мудрая. А сегодня переложили седание на 3 января. 3 января, наверное, никто не выходит на улицу, это все-таки праздничные. Тоже дипломаты, они будут все в отпуске, это, наверное, вот из-за этого, точно не знаю. Но я думаю, что это дело уже никуда не идет, да. Что они там говорят о муже, что он сделал, хотел перейти, ну, революция и так далее. Это уже все ерунда, все понимают. Но с паспортом, ну, это, конечно, трудно, да. Я думаю, что у него сейчас нет государственного гражданства. Гражданства. Это очень трудно, да, так поступить. А это, наверное, ну, я надеюсь, что вот президент Украины понимает, что нельзя было снять его естественное одно гражданство, и надо... Другого у Михаила нет. Нет, надо это обратно дать, да. Я хочу еще коротко у вас спросить, но вы будьте кратки, пожалуйста. Вам как эта история, которая случилась с перепиской Саакашвили? Вы знаете письмо, которое он написал главе государства, которое потом было опубликовано. Вы как отреагировали? Я не знаю. Не слышали об этом? Нет. Обращался Михаил с письмом к президенту, которое после было предано огласке, то есть публично размещено в официальных сетях. Сандра, хорошо, вы в новогодних праздниках спросили, где планируете встречать Новый год, отмечать Рождество? Да, но... В Киеве останетесь или все-таки... Я буду опять в Киеве, но пока я буду ехать в Голландию. У моего отца есть тоже день рождения, Новый год точно, 31 декабря. Хотя очень хотела там быть с моими родителями и с братом. Михаил с вами поедет или останется второй в Украине? От него зависит, но я думаю, у него здесь очень много дел. Да, дел много, и трудности могут возникнуть на обратном пути. Он не боится трудностей. Как Михаил понимает, в том числе. Я тогда надеюсь, что мы еще увидимся в наших стенах и в нашем сфере. Сандра Эдуардовна, вы очень рады знакомству с вами. Большое спасибо за визит. Спасибо, ты рад. Сандра Руловс, супруга третьего президента Грузии, Михаила Саакашвили, была гостьей Большого вечера на Ньюз Ван, который продолжится спустя несколько минут. Далее небольшая, очень непродолжительная рекламная пауза, а после здесь, в этой студии, Дмитрий Гордон. Оставайтесь с нами.